Коллеги, добрый вечер. Начинаем нашу пресс-конференцию после шестого матча полуфинала Кубка Гагарина. И итоги игры готов подвести главный тренер Металлурга Андрей Владимирович Разин. Андрей Владимирович, пожалуйста, вам слово. Сегодня не очень, скажем так, было начало. Пропустили глупейший гол первый. В принципе, играли не хуже первый период, но, наверное, единственный период, который по игре, как ни странно, был равный. Второй период мы полностью переигрывали, но голы залетали почему-то в наши ворота. Третий период тоже полностью провели в чужой зоне, но забили всего один гол. Вот ждем и настраиваемся на седьмую игру. Спасибо. Давайте переходить к вопросам. Не забываем представляться. Называется восьмой. Радионаса чемпионат. Андрей Владимирович, вот первые десять минут, наверное, впервые по серии Металлург проигрывал. Там были что по скорости, по движению. Почему не удалось это, скажем так, законтрить? Металлург проигрывал по скорости. Я только что говорил, да, что мне с моей колокольни было видно немножко другое. Вот. Мы по скорости не проигрывали. Мы, скажем так, люди выпали, которые, ну, наверное, можно жестко сказать, да, не соответствовали уровню сегодняшней игры. Вот. А так команда смотрелась неплохо. И у автомобилиста были моменты, и у нас были хорошие моменты в первом периоде. Поэтому я бы не сказал, что мы проигрывали первые десять минут. Два гола автомобилиста пришли вскоре после брасывания Металлурга в чужой зоне. Как объяснить вот такой правосудный, как там в третьем голе автомобилиста? Бывает такое, да. Не бросили, не разобрались. Вернее, один раз не бросили, второй раз нарвались на контратаку. Наверное, больше заслуга автомобилиста в этом. Михаил, скажи, Спорт-экспресс, можете назвать, кто конкретно не соответствовал уровню игры вашими глазами? По протоколу мы можем понять, что это Яковлев, который перестал выходить. А у вас профессия как называется? Корреспондент. А, корреспондент? А мне кажется, вот такой провокатор, да? Вы за Шевченко все гонитесь, гонитесь. Ну, он уже в космосе, да, он вчера вот... Вы берите себе, пожалуйста, ну, это стиль такой. Чего вы за другими повторяете? Найдите какую-нибудь такую стезю, где тоже можно прорваться и о себе заявить. Никто же вас не знает, а вы все хотите за Шевченко где-то что-то вот какой-то провокационный вопросик задать? Ну, Алексей не ходит на поисконференции, я хожу, в этом мы отличаемся. У Алексея много и так работы, да. Вот, ну, он выбрал. Чего вы как эти, ну... Хоккеисты же хотят, не все хотят быть Малкиными и Овечкиными, да? Кто-то хочет быть Гребенкиным, например. Вот, я Гребенкин и все. Я ответил на ваш вопрос? На самом деле нет. Ну, я рад. Егор Коробкин получил клюшку по лицу, там, насколько это серьезно все, какие дальше по нему прогнозы? А вот можно вас спросить, а вы не считаете, что он получил по лицу и должно быть... Скорее всего, удаление. Да ладно? Да. Все, вопрос закрыт. Глава Алмаштов, Копейский Рабочин. Глава Владимирович, вы в третьем перетряхнули состав и буквально даже спустя меньше, чем две минуты забили. Не было желания, может, чуть раньше состав перетряхнуть, как-то звенья, потому что мы увидели снова Зернов, Окользин, Карпов, увидели Джонсона с молодежью, и они действительно в третьем, у них были моменты. Во втором не было желания? Честно, я уже после первого перетряхнул. И во втором перетряхивал. Просто в третьем он вообще трясся вот так вот в состав, вот так вот. Это вы увидели, а после первого вы не заметили. Смолин сегодня впервые сыграл в плей-офф. Понятно, что оценивать игру тяжело, но все-таки старался держать команду на плаву. Остались ли довольны его игрой сегодня? Ну, парень совсем молодой, вышел в такой игре. Ну, как я могу быть доволен? Если бы он на ноль отыграл, конечно, был бы доволен. Но в том, что он пропустил, он не виноват. И я думаю, что опыт все равно классная вещь. Вышел, отметился. Я думаю, что он должен микроматч выиграл сегодня. Сказали, что Митлорг перекрыл автомобилист. И в целом, по логике матчей, по его структуре, так и было. Много было бросков. Но вот в третьем периоде контроль шайбы не привел к тому, что там получилось отыграться. Что не получалось именно в решающий момент, а так, почему контроль шайбы не переходил в забитые голы? Ну, ну что, без бросков, что ли, играли? Вот вы задаете вопрос, как будто мы поворотом совсем не бросали. Там и Хабаров бросал, я не знаю, там она случайно не вошла. Еще были моменты, когда там бросали поворотом. Ну, там, контроль шайбы, вот. Да, мы контролировали, мы пытались там вывести на ударную позицию. Выводили, бросали, но не забили. Можно еще один вопрос задам? У Автомлист сегодня в старте сыграл Галкин. Насколько вот этот вратарский ход соперникам какие-то ваши планы могут сделать? Все равно, какие проблемы у соперника. Меня волнуют только проблемы Митлорга. Никита Санков, ГИКОКИ плюс один. Вы говорили вот сегодня, что вы недоволен некоторыми игроками. Нет ли мысли как-то вернуть розовые манишки, которые вы практиковали в Екатеринбурге? Ух, е-мое. Я бы другим людям, которые сегодня были на поле, вот с удовольствием бы на следующую игру, чтобы они в розовых майках вышли, вот особенно сегодня там катались отдельные личности. Блин, я бы вот им вручил бы эти розовые майки с фамилиями, прям, которые звучали прям. В прошлом, после прошлого матча вы сказали про Анатолия Голышева, он ответил на ваше высказывание в запрещенной социальной сети. Видели ли вы этот ответ и что-то хотели бы ему бы ответить? А что он ответил? Ой, я что-то забыл. Я понял, что ты... Я сказал, что пусть Гераскина дает передачу, и мы будем выигрывать в ответ на ваше высказывание. Вы сказали, что пусть Голышев забивает, и мы будем выигрывать, а он... Я сказал, пусть Голышев забивает, а мы выигрываем, а он ответил... Пусть Гераскина дает передачу, и мы будем выигрывать. А, ну в смысле Гераскина дает... Да, именно так. Он же не забил? Он отдал, да? Вот гад. Если бы забил, мы бы выиграли. Ну, что мне ему сказать? Я, честно, не видел, где он это сказал. Запрещено в социальных сетей. А-а-а. И он еще на свободе? Матвей Шелканогов, телеграм-канал «Мнение Екатеринбуржца». Андрей Владимирович, после третьей пропущенной шайбы от Макеева, не было ли мыслей взять тайм-аут и как-то перезапустить команду? А зачем перезапустить команду? Чтобы отыграться, чтобы выиграть. Ну, честно, хочется пошутить, но не было. Мы играли хорошо, ну, мы создавали много моментов, мы накладывали смены, вот, ну, пропускали контратаки. Брать тайм-аут ради того, чтобы взять тайм-аут, чтобы перезапустить. Не взял. Алена Захарова, Европейско-Азиатские новости. Андрей Владимирович, с какими мыслями подходите к седьмому матчу, можно сказать, матчу смерти? И есть ли у вас план, как противостоять автомобилисту? Надеюсь, это будет матч смерти для автомобилиста. Для нас будет матч жизни. Ну, как настраиваемся? У меня уже есть опыт седьмых игр, да, к сожалению, он отрицательный, но я скажу, что обе игры, те, я как тренер, считаю, провел достойно. Поэтому есть опыт, как настраивать ребят. Вот, я уже сказал в раздевалке, ну, некоторые слова, да, в адрес этого седьмого матча. Вот, постараемся настроить ребят, чтобы они вышли, вот, вышли и выиграли. Удивил ли вас как-то автомобилист по ходу этой серии, серии с Металлургом и по ходу всего плей-офф? Ну, в принципе, меня-то он не особо удивил, да, потому что, ну, команда опытная, команда с хорошими исполнителями. Вот, они не первый год уже вместе сформировался коллектив. Я думаю, что они все прекрасно понимают, что этот сезон для них, ну, наверное, скажем так, определяющий, да, потому что, ну, в таком возрасте, как у многих игроков, уже, может быть, и не появится возможность выиграть что-то, да, поэтому видно, что ребята из кожи вон лезут, заработав, да, не только, наверное, на кубок, но, насколько я знаю, что у многих еще и контрактов нету, поэтому это нормальное явление, что они так играют. Еще в догонку, если про Голышева спрашивали пошли, то сегодня Трямкин вот так вот подключался в первом периоде активно. Вас это удивило и, учитывая то, что вы знаете этого игрока или нет? Ну, я, конечно, стоял у истоков карьеры Трямкина, да, но... Ну, он молодец, я говорю, что и Голышев, и Трямкин, сейчас уже не те дети, которые были у меня в руках, они действительно сейчас, ну, понимают степень ответственности, да, там, там, что Трямкин, что Голышев, они... Как это, подобрать выражение? На войне все средства хороши, да, они бьются за себя, бьются за команду, вот, остается только поаплодировать, там, люди играют не на 100, а на 200, на 300 процентов от своих возможностей. Отпустите меня, я домой хочу. Отпускаем. Спасибо. Главный тренер хоккейного клуба «Автомбилист» Николай Николаевич Заварухин продолжит нашу пресс-конференцию. Николай Николаевич, ваше мнение о сегодняшней игре? Да, добрый день. Понравился первый период, динамика, да, динамика, вначале была хорошая, контроль шайбы. Вышли на второй период немножко, там, пару смен, какая-то неразбериха была, но здорово то, что с контратак забили голы, хорошие голы, исполнили, да, эти моменты. В третьем периоде сыграли по счету больше, да. Бывает такой нормальный, как и это. И здорово то, что довели игру до логического, да, такого завершения, победы, домашней победы. Готовимся ехать в Магнитогорск на седьмой матч. Болельщики, да, сегодня феноменальные, как и до этого выиграли, феноменальная поддержка. Здорово нам помогают. Ради них и идет эта игра, да. Я считаю, что яркие игры, да, все это серии идут. И надеемся, что удачный результат, да, на хороший результат в Магнитогорске. Спасибо. Николай Николаевич, вот первый период, наверное, лучший по серии, по игре в равных составах. Как удалось, например, наконец, вот эту скорость, напор металлога, их законтрить, так сказать? Ну да, здорово то, что вот это, наверное, выигрывали все стыки. Очень много стыков выиграли, борьбу выигрывали, это, наверное, основное. И соперник был без шайбы, а мы больше контролировали шайбу, и получалось. Ну, наверное, в третьем периоде соперник больше стал контролировать, больше оборонялись. И здорово, что выстояли моменты, да. Каштанов, Романцев, Денишкин, Каццы в таком составе не играли в сезоне, но дали энергию. Напор такая энергия лайн, как в НХЛ ДВ. Какую установку им вообще давали и перед эгоей, и чего от них требовали? Ну, я перед эгоей сказал, у нас плановая ротация была, и она сработала. Плановая ротация, ребята сыграли как... Очень здорово, мне понравилось, как двигались. Самое главное, что движение было, азарт был, и эмоции, да, это, наверное, основное. То, что ей не хватало мастерства, они компенсировали свои работы. Крямкин сегодня сам себе ассистировал и подключался в целом атаку активно. И сегодня, и по серии, что для него как будто по сезону именно не было характера. Почему вот решили его более активно задействовать? Да, у него в каждой игре моменты были просто, сегодня забил гол, сегодня три момента было. Там где-то говорили, что он первый гол в плей-офф, я ему сейчас подошел, спросил, не стал поздравлять, я говорю, я тебя поздравляю, он говорит, я забивал уже в Сомске, он говорит, значит, второй гол. Николай Николаевич, как Вы вообще оцените старания, сегодняшние старания четвертого звена, когда у Романцева ассистентских А3, у Каштановых гол, а у Деништина-Тазборовским... Ну, если честно, не хочу кого-то выделять, да, у нас вся команда вышла, кто-то сегодня, да, использовал свой момент и сыграл на команду, да, больше пользы принес в своих действиях. Кто-то до этого приносил кого-то выделять, именно вся команда, добился этого результата сегодня положительного. Ваша команда сегодня довольно-таки вышла в удивительных сочетаниях, да, вообще Безаликин тоже чем этим удивил. Осталось ли то, чем удивить соперника на седьмую игру? Ну, подумаем, наверное, сейчас, чем удивить, может, кого-нибудь еще поставим. Молодого, может, кого-то выпустим. Сейчас надо подумать о этом. Говоря про Аликина, есть ли шанс, что он вообще попадет в заявку на седьмой матч? Его сегодня даже третьим не было в Атаве. Ну, это плановая ротация. То есть можно ждать? Плановая ротация у нас была. Николай Николаевич, можно сказать, что уже команда поставила клубный рекорд, выиграла бронзовую медаль, которая есть уже в кармане. Этот факт как-то раскрепостил команду? То есть уже команда выполнила планы на сезон, это раскрепостило как-то ее? Ну, если честно, мы не думаем об этом, да. Так, какие медали, что медали. Здесь есть одна цель, к которой надо идти вместе к этой цели. Это Кубок Гагарина, стараться выйти в финал Кубка Гагарина. Про медали, разговоры между тренерским штабом, в раздевалке, между командой и руководителем мы на эту тему не разговариваем. Пока есть игры, игры за выход в финал, да, все эмоции, все силы на эти игры. Впереди седьмой матч, самый важный матч. Как готовитесь к нему? Ну, еще пока не начали готовиться, сегодня понемножку. Порадуемся этой победе и дальше будем готовиться. Посмотрим, да, кто живой, и те и выйдут, наверное, на этот седьмой матч. На чем будете делать акцент в подготовке к этому матчу? Ну, наверное, разберем. Наверное, соперник, как обычно делали, это то, что в третьем периоде соперник немножко по-другому сыграл. Ну, скажем это на это, ребята. Ну, и, конечно же, такая светлая голова должна в этом матче быть. И горячее сердце, это основное, наверное. Как оцените игру Владимира Кузнецова, который вышел после травмы? Удалось ли ему влиться? Ну, тяжело было понятно, что человек не играл. Еще здесь такая напряженная игра за... Посмотрим, в принципе, движение было у него тяжело, да, тяжело начинать после травмы. К каждому игроку, я считаю, первая игра все время тяжелая. Где-то на эмоциях сыграла неплохо, в принципе. У него есть шанс попасть в следующие игры? Ну, сейчас в составе рано говорить, там, опять же, посмотрим с докторами, посмотрим, кто в каком состоянии, с тренерами пообщаемся и определимся, да, кто будет играть в седьмой игре. Вадим Анатольевич Матчев, Николай Николаевич, вы сказали, что команда ни о каких медалях не думает, ни о чем таком, цель только одна. Ни таких разговоров, ну, никаких нету, там, какие медали. А вот, если вспомнить разговоры перед началом сезона, какими они были с руководством, с игроками, какие цели вообще ставились? Ну, автомобилисты... Автомобилисты все время, максимальные цели, как бы, стараемся, задачу выполнить, максимальные задачи. То есть, была поставлена цель выиграть Кубу Гагарина? Ну, да, конечно. После пяти успешных заброшенных шайб, все-таки, команде поставили цель, ну, не идти так же, энергозатрат не вперед, а просто удержать тот победный счет, который... Да нет, такой установки не было, так же не хотели менять рисунок игры, как и планировали с первых минут сыграть, так и просили ребят сыграть третий период, может быть, даже построже немножко, да, а так не меняли, да, не меняли перед третьим периодом что-то, какой-то рисунок. Эта игра, да, поменяла немножко, потому что соперник шайбы больше был. Мне хочется спросить именно про Мэйсика, почему не получается добиться от Брукса такой просто стабильности и набранных баллов на льду. Ну, посмотрим, если бы моя игра, дай бог, там, каких-то трик сделать может, добьется, значит. На этом все, спасибо. Спасибо. Спасибо.